Только что видел, как мать одноклассника вошла в класс с портативным измерителем радиации и начала требовать от учителя, чтобы он пересадил маленького Билли в дальний угол кабинета из-за вредного излучения Wi-Fi. Какие невообразимые случаи гиперопеки родителей вам доводилось видеть? Это про мою маму. Мне не разрешали идти в школу одной, хотя она была буквально в одном квартале от моего дома, потому что, по словам мамы, меня могли похитить и изнасиловать. Я училась тогда в одиннадцатом классе. Мне не разрешали оставаться одной без присмотра, запрещали идти домой к друзьям, потому что мои родители не доверяли другим родителям. Это продолжалось до окончания школы, пока я не начала протестовать. В результате родители отправили меня в психиатрическое лечебное учреждение строгого режима. Моё детство было, мягко говоря, мучительно одиноким. Несколько лет назад в моей местной газете была статья о матери, которая мыла овощи для своих детей с отбеливателем. Она не понимала, что делает что-то не так, пока один из её детей чуть не умер. Это грустная история, но она показывает абсолютную нелепость чрезмерной родительской опеки. Когда мне было 12 лет, напротив дома моего близкого друга жила семья с двумя маленькими сыновьями. Родители чересчур их опекали. Мать всегда стояла снаружи дома, пока её дети играли. Им было 10 и 9 лет. И, насколько мне известно, им даже запрещалось переходить дорогу без взрослых. В конце концов, старшему сыну позволили пересечь улицу, чтобы он мог поиграть с другом. В первый же день его сбила машина, и он умер немедленно. Родители всегда держали их за руки, когда переходили проезжую часть с ними, но не научили их тому, как нужно правильно это делать, что нужно смотреть в обе стороны и так далее. Ужасно, что некоторые родители не учат своих детей, а стараются всё делать за них. С 4 класса я был на домашнем обучении. Когда я был примерно в 6 классе, моя мама решила, что было бы неплохо отвезти меня и мою сестру, которая тоже училась дома, на какое-то мероприятие для детей в городок Стоун Маунтин, Джорджия. Там живут очень консервативные, набожные христиане. Я подумал, какого фига, я всё равно буду весь день сидеть дома, а в Стоун Маунтин может быть интересно. Поэтому мы всё-таки поехали туда, и это был один из самых странных опытов в моей жизни. У всех детей было такое остекленевшее выражение лица, и я быстро узнал, почему. Многие дети, с которыми я пообщался, принимали тот или иной вид лекарства от СДВГ. Чуть позже я нашёл ещё одного парнишку, который играл в футбол и был довольно нормальным, по крайней мере, мне так показалось. Мы некоторое время пинали мяч вместе и весело проводили время. Затем пришла его мать. Купер, молочко! Его лицо густо покраснело, а я пришёл в замешательство. Какое нафиг молочко? Его мать быстро подошла, она была в точно таком же наряде, как и её сын. Женщина пристально посмотрела на меня, затем извлекла бутылку с молочной смесью, блин, прямо из своей задницы. Я не вру, она засунула руку в свои штаны и вытащила оттуда бутылку. Затем она сказала, «Тёплое вкусное молочко для моего сыночка». Сразу после этого я свалил, нашёл маму с сестрой и прямо сказал им, что если мы не уедем сейчас же, то я буду просто сидеть в машине. Видимо, они тоже столкнулись с каким-то дерьмом, поэтому согласились уехать. Мы поехали в кафе, ели курицу и рассказывали друг другу истории об этих странных людях. Я был в ужасе. Когда я учился в пятом классе, у меня была одноклассница, мать которой каждый день отпрашивалась с работы на один час, чтобы приглядывать за дочерью во время большой перемены. Каждые пять минут она свистела в свисток и кричала, «Эмми, пришло время посидеть в тени!» И Эмми должна была сразу садиться в тени и сидеть там пять минут. Эта фигня особенно доставала, когда мы играли в командные игры. Никто не хотел брать Эмми в свою команду. В старших классах у меня был друг, мама которого была настоящим родителем-вертолетом. Он не мог никуда ходить без своей мамы. Она просто сидела в своей машине перед домами его друзей. Серьезно. В конце концов он начал бунтовать. Однажды он напился, сел в пикап, которым управлял пьяный водитель, и пикап разбился. Он мертв. И я реально думаю, что если бы его мама не опекала его так сильно, он бы не наделал глупостей, которые в конечном итоге его погубили. Я работала в магазине органических продуктов, а это настоящий рай для сумасшедших родителей. Была одна мама, которая не хотела, чтобы мы сканировали ее продукты из-за радиации. Одна женщина без конца твердила о том, что ее сыну нельзя есть кукурузы, яйца, молочные продукты и сою. Потому что так велел ее мануальный терапевт. Мне было так жалко этого парня. Одна мамочка пошла работать в школьную столовую, чтобы помочь своему ребенку завести больше друзей. Она носила с собой сладости и раздавала их только тем детям, которые дружили с ее ребенком. Она прямо отказывала другим, если не знала их. В семье, в которой я сейчас работаю, родители настоящие психи. Мать отключает все электричество по ночам, чтобы дети не подвергались радиации, когда они спят. Интересно, почему они не отключают электричество днем? В смысле, они же подвергаются радиации в такой же степени, не так ли? Некоторые игрушки и конфеты запрещены из-за содержащихся в них красителей. Мать до сих пор кормит грудью своего пятилетнего сына. Он, заметьте, сам постоянно вытаскивает наружу ее грудь в общественных местах, перед незнакомцами. Он называет ее грудь дойками. Он знает, что это неприлично, но продолжает вести себя жутко. Это просто нелепо. Однажды я проводил собеседование у человека, который претендовал на должность низшего уровня в компании. На следующий день я получил звонок по поводу этого собеседования от его матери. Мы решили не брать этого парня на работу. Он вел себя неуверенно на собеседовании, не очень хорошо излагал свои мысли, что точно не подходит для работы в колл-центре. Однако я решил прибегнуть ко лживо спасения и сообщил женщине, что ее сына собирались взять на работу, но так как он даже не позвонил нам сам, то он определенно не подходит для работы у нас. Мой папа вычислил точное время, которое нужно для того, чтобы добраться из школы до дома. В смысле, он реально прошел это расстояние пешком. Затем сказал, что каждый день я должен дойти из школы до дома именно за такое время. Если я опаздывал больше, чем на 5 минут, то он наказывал меня за то, что я валял дурака. Затем родители рассердились на меня за то, что у меня нет друзей. Я долго спорил с ними и защищался, после чего мне разрешили приходить после школы на 15 минут позже, чтобы у меня было время заводить друзей. Как-то раз той зимой я начал играть в снежки с друзьями и так увлекся этим весельем, что не понял, что задержался чуть дольше, чем следовало. И мой дорогой папаша приехал в школу, начал расхаживать вокруг нее, выкрикивая мое имя, пока не нашел меня. Это был настоящий позор. Кажется, это было через год после того, как он встал перед всеми моими одноклассниками и сказал, что они должны начать вести себя дружелюбнее со мной. Я слышал историю от друга-психотерапевта о парочке Япи, у которых, само собой, разумеется, гораздо больше денег, чем здравого смысла, которые купали своего ребенка только в бутилированной воде. В частности, использовали для этого дорогущую бутилированную воду Эвиан. Их ребенку тогда было около трех лет. Мой мозг взрывается, когда я пытаюсь представить себе, во сколько им это обходилось. Я возвращался на урок после перемены. Шел легкий моросящий дождик, и один парнишка нес зонт. По какой-то причине он решил, что будет забавно поколотить меня зонтом. Короче говоря, его зонт сломался, когда он делал это. Тем же вечером его мать позвонила нам и начала ругать меня за то, что ее сын сломал свой зонт о мое тело. Я тогда еще учился в четвертом классе, поэтому даже не знал, как ответить. Просто извинялся снова и снова, пока она кричала на меня по телефону. У моего друга в детстве один раз была инфекция, то ли почек, то ли мочевого пузыря. Я так и не понял, чего именно. Но одной из причин инфекции, по словам врача, было то, что он часто терпел и не ходил в туалет по-маленькому вовремя. Поэтому его мать напоминала ему каждые два часа, чтобы он сходил в туалет. Я обучаю боевым искусствам ребенка, который везде ходит со своей мамой. Его мать, в свою очередь, никогда не бывает без него. Она всегда остается, чтобы посмотреть на наши занятия. Он обучается дома, и его образование включает гиперэлитарную форму христианства, которую, я почти уверен, эти люди придумали сами. Как сказал мальчик, наш Иисус лучше, чем их. Одна женщина пригласила маму этого ребенка на завтрак, и та спросила, может ли она взять с собой сына. Она категорически отказывалась идти без него. Она также делит спальню с сыном. Печально то, что мы думаем, что это защитный механизм от контролирующего мужа. Ее сын служит ей как бы защитным одеялом, поэтому ее муж проявляет сдержанность. На занятиях мы пытаемся заставить мальчика говорить. Он пытается общаться только жестами, поэтому приходится напоминать ему, чтобы он использовал слова. Ему, кстати, уже 11. Мне было 13 лет. Во время игры в лакросс, это контактный вид спорта, парнишка из моей команды встретил соперника немного жестковато, но абсолютно в рамках правил. Сопернику реально досталось, но он быстро встал и был в полном порядке. Прежде чем кто-либо понял, что происходит, отец ребенка, которого только что повалили на землю, выбежал на поле и вступил в драку с чуваком из моей команды. Потребовалось несколько тренеров и родителей, чтобы удержать этого взрослого мужика от попытки ушатать 13-летнего пацана. Игра не возобновилась, пока не пришли полицейские и не арестовали его. И самое эпичное, это мать, кричащая на трибунах своему мужу, «Оторви головы этим маленьким ублюдкам!» Летом я подрабатывала в овощном отделе продуктового магазина. Ко мне подошел маленький мальчик и спросил, в чем разница между лимонами и лаймами, кроме цвета. Я начала объяснять. В этот момент отец ребенка прибежал к нам на полной скорости в режиме Усейна Болта. Он схватил малыша и сказал ему, что тот никогда не должен задавать вопросы без присутствия отца, потому что папа должен убедиться, что ответ правильный. На прошлой неделе я ждал своей очереди в парикмахерской. Девушка лет 18 только что подстриглась. Все это время ее мама стояла рядом с ней и инструктировала парикмахера, как сделать дочери точно такую же стрижку, как у нее самой. Мамаша комментировала и критиковала каждое движение парикмахера достаточно громким голосом, и это слышали все. Мне было очень жаль эту девушку, вынужденную носить такую же прическу, как у ее мамы. Стрижка выглядела откровенно дерьмово. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok